К сожалению, на такие слова, как чудеса, многие смотрят как на сюжеты из Гарри Поттера или чему-то подобному, а для нас, мужем, парк Краснодар был в свое время чудом, потому что не верилось, что качественно и красиво в России смогут сделать еще и лучше, чем на картинке. Чудеса не продаются и не покупаются. Чудеса в наше время – это хорошие добросовестные люди, специалисты своего дела, которые не ищут причин, почему они не могут качественно работать, а делают свою работу просто потому, что такие люди. Пример, когда сын в реанимации в неонатологии младший лежал в 2019 году, когда его на томатскую переводили, врач, за ним приехавший со скорой, к сожалению, не знаю имени и фамилии, он со мной так чутко, конкретно и без давления поговорил и после узнала, что он от сына не отходил сутки. И после этого ребенок стал показывать положительную динамику после сепсиса. Врач Татьяна Викторовна, заведующая тогда детской инфекцией, точнее отделением детской инфекции, которая, несмотря на отчаявшихся других врачей, лечивших сына, отменила энцефалита, поверила в него и вылечила его через две с половиной недели, и мы на Новый год и Рождество смогли быть дома и вместе со старшим сыном и мужем отметить праздник всей семьей. 2020 подарил нам чудесным образом наш дом, который нашел нас, а мы его чудесным путем не иначе. 2021 подарил нам множество семейных чудесных моментов, в которых мы получили то, о чем давно мечтали. Наши дети играли с племянниками и детьми друзей. Мы были одиноки в Краснодаре, как и наши дети, а в Орле мы обрели уют и близких людей рядом. Это ли не чудо? 2022 год подарил нам двух чудесных котят и двух чудесных щенков брошенок. 13 декабря пятница. Начали выкрашать дома елку, гирлянды, повесили и разукрашивали стены, окна. У старшего сына за три дня до этого поднялась температура под 40, ничем не сбивающаяся. Приехавший на вызов врач, быстро осмотрев, сказала, «Ничего страшного, сбиваете в больницу, ехать смысла нет, это обычное явление. Сейчас через семь дней придете ко мне, если ничего не поменяется. За два дня до этого вызвав второй раз скорую, потому что температура не сбивалась. Мое сердце вопило, и хотела я поехать с сыном в детскую инфекцию, но муж был на работе. Я с двумя детьми, младшему тогда три, и я вспомнила слова того врача, что его смотрела. Спросила фельдшеров, которые тоже не увидели ничего критичного, и успокоили меня, что нет необходимости ехать в инфекцию. 13 декабря 2022, пятница. Я уже наплевала на все и поехала с сыном по скорой в инфекцию. Сначала врач ничего не выслушал. Затем произошло чудо, и он засомневался. И отправил ребенка на рентген. Итог. Пневмония на пол... Пневмония на пол легкого. Непонятно, есть ли жидкости в каком количестве, но есть полость. 15 декабря. Посмотрев на ребенка после суток откапывания антибиотиками, врач чудесным образом решился после консилиума перевезти ребенка в реанимацию в детскую областную. Посмотреть. Итог этого же дня. 150 миллилитров гноя выкачали разом. Неделя в реанимации. Еще неделя. Муж лежал с сыном в хирургии, пока я выздоравливала. Сама заболела. Потом еще две недели мы лежали в хирургии там с сыном. Муж Новый год отметил с младшим сыном. Тихо. Без стажерств. В обнимашку. Мы со старшим шести лет тоже провели Новый год в обнимашках. Чудесным образом нам и в реанимации, и в хирургии попадались такие потрясающие врачи, что через две недели после выписки хирург в поликлинике на рентген посмотрев наотрез, отказался верить, что у сына было что-то серьезное. Потому что все зажило. Осталась небольшая спайка, только как напоминание. 31 декабря в 12.30 все деткам детской областной клинической больницы города Орла показали через окно новогоднее представление. Дед Мороз спускался на тросе и стучал в окошке, махал деткам рукой. Снегурочки на пожарном хране на подъемнике поднялись так высоко, как могли, и все детки, смотрящие в окошки во всех отделениях, были такие счастливы в этот момент, забыв обо всем на свете. А я в очередной раз поняла, что чудо то, что сын может быть в этот момент со мной возле этого окошка вместе со всеми детками и ждать Деда Мороза. Потом им подарили подарки, и сын сказал, что чудо то, что там все конфеты вкусные, и игрушка ему, ну, очень понравилась. Обычный пакетик, без наворотов. Самое главное чудо того периода было решение хирурга, который долго сомневался, можно ли нас выписывать уже, выписал нас на 7 января домой. Это ли не чудо быть всей семьей рядышком? Таких чудес в моей жизни так много, что я просто не имею права говорить, что их не существует. Вокруг многие ждут чудо на Новый год в виде машины, квартиры, шубы или дорогущих игрушек. Человек так, увы, устроен, что замечать чудеса может только тогда, когда они коснутся только его самого. А я теперь каждый день считаю чудом и то, что мы всей семьей можем отметить Новый год и Рождество вместе. Мой внутренний ребенок уверен, что круто быть Дедом Морозом для своих детей и близких. И круто, когда кто-то для тебя становится тем самым Дедом Морозом или просто волшебником, дарящим самое драгоценное в жизни, что не купить ни за какие деньги. Сейчас мы с мужем как дети радуемся, что у младшего в его 4 года завтра будет уже прошел. Первый в жизни новогодний утренник. И у старшего тоже. Со старшим мы на Новый год в детском саду так ни разу и не сходили. Но у него в 2 года был утренник в Беби Мане и в Панораме. Это тоже было чудесным образом придумано. Купить билет на этот утренник. Знали ли мы, что это будет за 6 лет его единственный утренник? Нет. Но со временем понимаешь, как правильно поступил, решившись тогда взять билет. Вчера я увидела выступление Романа Костомарова, который танцевал на льду в разы лучше меня. И это было для меня настоящим чудом. Чудеса нас окружают повсюду. Только, к сожалению, часто мы их не замечаем. Дорогие друзья, Искренне вас поздравляю с Рождеством. Желаю мира в душе и мира в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова